МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, Равид Давид. Мы остановились на том, что монархия, как некое построение пирамиды, где во главе все-таки находится не царь, а всевышний, и с точки зрения Торы является наиболее прогрессивной или наиболее правильной системой государственного устройства. Но, с другой стороны, мы же говорили о том, что в начале, вернемся к историческому моменту нашей истории, когда еврейский народ вышел из Египта, пришел в землю обетованную, расселился коленами по указанию Всевышнего, у него были пророки, у него были судьи, и вдруг народ захотел себе царя и сказал, дай нам царя, как в других народах. И получил царя, но это был, с точки зрения Торы, не совсем хороший момент в истории евреев. Почему так? Они же построили то, о чем мы говорили в прошлом. Совершенно верно. Многие комментаторы задают этот вопрос, что, с одной стороны, противоречие даже более острое, потому что заповедь поставить царя сформулировано в самой Торе, и, с другой стороны, долгое время царя не ставили, около 350 лет эпоха Судей царя не было, а потом, когда народ попросил царя, то пророк Шмуэль, который упал от роли Всевышнего, передавал славу Всевышнего, сказал им, что вы разгневали Всевышнего, и послал даже такое грозное знамение, был дождь, сильный дождь летом, во время урожая, что дождь летом считается, в общем, проклятием. Ну, дождь летом практически в Израиле не бывает. Да, да. Это такое совершенно экстраординарное событие. Совершенно верно. И комментаторы спрашивают, в общем, что здесь, собственно, не так. И дается несколько ответов на этот вопрос. Ну, в общем, я приведу два из них. И они дополняют, они противоречат друг другу. Первый ответ, что сама формулировка их просьбы царя, она была дай нам царя, как у всех народов. То есть, они не искали царя, как мы сказали, для того мироустройства, которое будет их вести и направлять, и осуществлять вот эту вот работу духовную, направление государства и, например, людей по их миссии. А они хотели царя, как было у всех народов, который выполняет функции, ну, некого служения, может быть, государству с одной стороны, ну, как государство, которое существует. То есть, он защищает, мы передаем ему, так сказать, свои какие-то права, вот, взамен на то, что он осуществляет какие-то. И это не то, что должно быть у еврейского народа. Именно поэтому разгневался Всевышний. То есть, просьба была неправильная. Второй момент, и это очень важный момент, что любая вещь, принцип такой, что даже если вещь какая-то хорошая, она полагается, но она должна созреть. Она должна быть вовремя. То есть, народ еще не созрел для вот этого. И этот факт, что дождь был послан летом, это как раз должно было символизировать, то есть, не просто... Что это не вовремя, да, совершенно верно. То есть, не созрели еще для этого. И поэтому, вот эта просьба, она была не совсем хорошей. Хотя, впоследствии, как минимум, несколько царей первых, которые были у Израиля, в общем-то, были достаточно позитивными героями, скажем. Ну, царь Шауль, в общем, можно его тоже считать позитивным героем? Его можно считать позитивным, но трагическим героем. И начинал он как очень позитивный герой, и он осуществил функцию объединения народа. Но он, в общем, был первый царь, который сумел объединить народ. И он был праведным царем. Причем, как говорят некоторые комментаторы, более праведным в чем-то, чем Давид. Так написано в Талмуде. Шауль допустил одну ошибку, и Всевышний ему не простил. Давид допустил две ошибки, и Всевышний ему простил. Но как объясняется, что ту ошибку, которую допустил Шауль, это была ошибка в плане царствования. Я коротко расскажу об этом, когда Всевышний повелел ему идти войной на народ Амалек, и он не выполнил полностью вот это вот истребление Амалека, которое должно было быть. И когда приходит Шмуэль и говорит ему, что же ты сделал, почему ты не выполнил волю Всевышнего? И он отвечает, как печально известный нам ответ Адама, когда его спросили, почему ты это сделал. Это жена, жена говорит, это змей. То есть он не взял ответственность на себя, он сказал, это народ. И тогда Шмуэль говорит, ты царь. Твое, так сказать, самоотречение, свое самоумоление, оно в данном случае неуместно. Ты царь, и ты должен вести себя как царь. Его ошибка была именно в роли царя, который он, допустим, как царь. То есть, в принципе, когда правитель верховный или какой-либо другой пытается закрыться, что типа это не я, это народ, это не оправдание. Он для того там и находится, чтобы совершать правильные поступки. Совершенно верно. И именно это качество, оно подчеркивается у Давида, потому что когда Давид совершил грех, Талмуд говорит, совершил грех, не совершил грех, но была определенная проблема. Это история с Батшевой знаменитая. И приходит пророк Натан и намекает ему, что, и говорит ему потом открыто, что этот царь Давид встает и говорит, я согрешил перед Всевышним тут же. Но это был все-таки личный, а не грех управления. Да, но тем не менее он не пытался переложить вину ни на кого, он не пытался оправдаться даже ни одну секунду, он тут же признался, и это показывает величие царя. Потому что, еще раз, функция царя, и это очень важно подчеркнуть, если мы даже немножко затронем кабалу, то качество царства, молхут, сфера, молхут, духовная сфера, она определяется как сфера, у которой нет ничего своего, она только принимает свет. И царь находится в идеале, должен находиться в таком двойственном положении. Снаружи он должен вести себя как царь, и он должен устанавливать это царство, и проявлять это величие над своими подданными. Внутри он должен быть абсолютно самоаннулирован перед Всевышним, и не держать никакой заслуги в себе. И только такой человек может иметь по точке зрения идеального. Внутри это не в смысле, внутри своего кабинета это перед Богом. Да, да, внутри своего сердца он должен абсолютно понимать, и только такой человек может получить ту неограниченную власть, которая имеет царь. А когда мы говорим, вот, царь, мы имеем в виду то, что мы себе представляем из книжек, некий человек, сидящий на троне, там, с державой, там, с кипетром и прочими, полу не человек, да, не, скажем, полубог, но, скажем, сверхчеловек. Или это просто правитель, это некий человек, который поставлен Всевышним, или его происхождением, или людьми, но, в принципе, он просто первый среди равных, или обладающий определенными функциями. Или у него есть некие сакральные личные вещи, недоступные другим. То есть он один из нас, поставленный в эти условия, функции, или это что-то особое. Или у него возникает при помазании, вот, тогда, когда его мажут на царство, что-то совсем другое. Сказано в Перке, а вот так, что три короны дано было Израилю, корона священнослужения отдана Аарону, и потомкам Аарона, то есть любой человек не может стать коэном, и не может стать священнослужителем в храме. Корона царства отдана Давиду, и корона Торы, которая выше всех остальных корон, она, любой человек может ее примерить на себя. Но корона, царство отдана потомкам Давида. И некоторые цари мазались, некоторые не мазались, но это какая-то вещь, которая передается по наследству. И какие-то личные функции, которые глазом не видны, так же, как и у потомков Аарона. Внешне ничего не отличает потомка Аарона от других людей. Но тем не менее, считается, мы предполагаем, что у него есть какие-то функции. Он может быть проводником каких-то вещей, которые другие не могут. То же самое касается царства, скорее всего. Тем не менее, все то, что вы говорите, трон и скипетр, это же все атрибутика. Потому что сказано, что царь Давид, как он сам о себе говорит, что Всевышний, посмотри, когда цари Востока и Запада встают в неги и в роскоши в третьем часу дня, а я здесь с утра решаю аллахические проблемы вместе с Андрином. Он был, кроме того, главой поколения. Царь должен осуществлять еще и, кроме, должен в идеале, кроме административной власти, представлять все-таки еще и религиозную власть тоже. Быть определенной цепочкой в передаче традиций. Это в идеале. То, что в России называлось духовным раввином и казенным раввином. Причем он должен быть объединять в одном. Он должен суметь это как-то объединить в одном, по-настоящему. — Кстати, вот это разделение духовной власти и казенной власти, ведь не зря в XVII веке возникает в движении хасидизма понятие цадика, понятие праведника, хасидского двора с очень многими монархическими чертами. Это и очень часто духовная власть для последователей этого движения становится, и административной властью. Это тоже вот эта вот тяга еврейского народа к монархической системе? — Я бы сказал, что это определенные признаки приближающегося прихода Машеха, и какой-то действительно хасидизм полностью поменял устройство общины, потому что если раньше раввин выступал, вот какая разница между раввином и цадиком, потому что раввин, он выступает как авторитет Торы, и, соответственно, к нему приходят с вопросами, касающимися Торы, и, в общем-то, вот и все. В остальном человеку никакой связи более глубокой с раввином нет. — То есть это очень узкая сфера компетенции, а посты — духовно-интеллектуальная связь. Связь с цадиком, она в корне другая. Когда мы говорим о связи с Рэбе, это связь, которая касается и Торы духовного мира, и материального мира, и человек приходит к Рэбе со всеми своими проблемами, со всеми своими нуждами абсолютно, и это все включается, то есть это связь больше как, с одной стороны, как подданного и царя, и с другой стороны, я бы сказал, чтобы смягчить, как отца и сына. — Но отца и сына все-таки это немножко другая, потому что мы предполагаем, что задача отца — это заботиться и сделать сыну как можно лучше. А задача царя — использовать свое население для каких-то других целей, а не для того, чтобы доставлять им максимальное удовольствие. Разве не так? — Еще раз, не максимальное удовольствие, а я бы сказал максимальное духовное развитие. И мы же с вами это говорили, что и царь... — Мы сказали, с разными нуждами, не только с духовными. Купить ли часы, поехать ли туда, какую работу найти. — И все это заключено, все это должно служить некой духовной целью. То есть праведник или царь, он, ну, царь в идеале, он слишком удален от народа, все-таки праведник, мы говорим, в рамках более маленькой общины, к царю не подойдешь с вопросом, какие часы купить, у него все-таки больше круг влияния. — Ну, в идеале, да, так? — В идеале он, цадик, должен определять и направлять еврея, что покупка часов, она тоже была бы, служила для каких-то духовных целей, что все, вот его задача, все включить в этот круг. — А вот система некой демократии, ведь, насколько я знаю, даже в общинах, в тех же Соединенных Штатах, да и в хасидских общинах, неоднократно, рэбе избирали. И принималось решение, что рэбе будет именно этот, а не этот. И последний, наиболее, наверное, яркий момент, это когда переход власти от шестого рэбе к седьмому рэбе Хабада, когда целый год не было рэбе, и вопрос этот стоял, он перешел не к сыну, не династическим прямым путем, а к зятю по боковой линии. — Ну, там сына не было, да, но... — Ну, и вопрос возникал тогда, кто будет... Вот вопрос заключается с точки зрения иудаизма. Мы говорим о том, что демократия, что демократия у нас... Ну, там, из СМХ Цедокам тоже был вопрос, там много в истории Хабада, и не только Хабада. И вопрос возникает следующий. Вот у нас есть демократия как инструмент, как выяснение некой воли, даже не большинства, а некого общего мнения. И инструмент сверху вниз, указания, как они должны сочетаться с точки зрения иудаизма, где демократии как вилкой надо пользоваться, где надо взять ложку и использовать другие методы. — Да, это очень интересный момент, как это работает технически. Мы это видим и в Торе, как я говорил в прошлый раз, в назначении судей. И само слово «мелах» от слова «немлях», от слова «совет» — вот это вот, ну, мы можем сказать, это какое-то должно быть одновременное слияние. То есть царь назначался пророком, выбирался Всевышним, Всевышний указывал, но перед этим должна была быть некая готовность, некая просьба, некое желание народа иметь этого царя, посмотреть, чтобы он был, отдать свои права, передать свою власть над собой, она отдается в руки этого царя. — Выбирать, ну, как выборочная демократия, мы же тоже выбираем из того, что нам предлагают. — Ну и кроме того, если нам земные цари, правители, диктаторы, тираны или президенты не нравятся, то у них есть силы принуждения. Хасид сам каждый раз решает, он может доверять своему правителю, цадику, рэбе, или не доверять. Он же не имеет никакого административного ресурса, ни община, ни раввин. Он может только иметь моральный ресурс, он может сказать, мне не нравится то, как ты поступаешь. Или, я считаю, надо поступить так. Но если ты перестанешь соблюдать те или иные заповеди, или купишь себе другие часы, или поедешь в другую страну, никто не поведет тебя в тюрьму. И никто не заставит. Конечно, в принципе, все устройство еврейского народа на протяжении последних двух тысяч лет, оно было некое проблематичное с точки зрения административной, потому что, в общем, с одной стороны, жили и в других государствах, и, соответственно, должны были каким-то образом подчиняться, и никакой своей власти не было. С другой стороны, всегда положение еврейского народа было то, что называется статус ин стату, государство в государстве, где у раввинов были определенные полномочия. Это было в Польше очень много, это было и на территории Украины, то, что называется Совет Четырех... ВАД Четырех земель, да. Да, и ВАД Четырех земель. То есть у них были определенные административные. Если какой-то человек шел против общины, его могли... Были административные средства. Ну, вспомним того же Баруха Спинозу. Ну, понятно. Нет, ну, астракизм, херем, другие методы воздействия, они осуждения, они существуют и сейчас. Но сейчас, и я это воспринимаю очень большой положительной вещью, то, что люди, которые приходят в общину, приходят в иудаизм, приходят в различные места, они принимают на себя добровольно, и их никто за отказ от этого или непринятия не возьмет, как дезертира и не отправит никуда. То есть не хочешь ходить в общину, не хочешь это принимать, гуляй совершенно свободно. Мы здесь принимаем тех, кто хочет жить по этим или признает, во всяком случае, эти правила, или хочет соблюдать треть из них. Но в любом случае, эта вещь непринудительна. С другой стороны, мы понимаем, что в административном мире это можно только в группе поинтересов, это можно в том или ином, пусть очень большом, кружке. И только в том случае, когда человек добровольно признает юрисдикцию. А в реальном мире, наверное, это сложно. Не знаю как. В идее еврейского государства, опять-таки, это же есть и в демократическом государстве. То есть, да, границы намного более широкие, но тем не менее, законы есть. И если человек скажет, я не хочу жить по вашим законам, ну, предположим, человек говорит, я не собираюсь идти в армию, хотя там есть обязательная воинская повинность с 18 лет. Он скажет, я не играю по вашим законам. Его принудят. Да. Если он не хочет идти, его поставят в тюрьму или какие-то другие административные наказания. В государстве религиозном, чем оно отличается от демократического государства, что границы более сужены, есть некая общая идея, которая больше, более объединяет всех людей. И поэтому, соответственно, и административные рамки будут более узкими. Но, еще раз, это есть везде. Будет какие-то обязательства для того, чтобы это государство функционировало и могло жить, они, это некие моменты принуждения, они в еврейском государстве будут. Нет, они существуют везде, конечно, но просто есть юридические моменты, скажем так, силовые, административные, а есть то, что называется общественным мнением. Очень многие люди делают те или иные поступки отнюдь не потому, что их за это накажут, если они будут себя вести иначе. Ну, грубо говоря, у нас же нет закона о том, что нельзя за столом вести себя некультурно, нельзя чавкать, класть локти на стол. Нет. Но ты так дважды поступишь в какой-нибудь компанию, тебя просто не будут приглашать. Средств давления есть отнюдь не только административных, но за нарушение этого тебя преследовать не будут. Есть просто рамки преступлений, да, опять-таки, все вопрос порций, все вопрос количества, количество переходящее в качество. Определенное поведение за столом, это одно, нарушение общественной морали, когда человек там голым выйдет на улицу, его могут за это и привлечь. То есть, где-то вмешиваются, где-то, где-то, есть вещи пограничные. Давайте мы с вами поговорим вот о чем. Демократия на каком уровне мы должны, в принципе, делегировать свою власть, а на каких случаях мы должны требовать себе право управления и право принятия решения. Мы, Тора, конечно, описывает всю жизнь, но она не описывает конкретные троллейбусные маршруты, где должны стоять рекламные щиты и в какие часы работать магазины, что в них продаваться. А где люди имеют право заявлять, это наши суверенные права и милое государство, милый правитель, милый царь, несуй сюда свой нос. Во-первых, еще раз, еврейское государство, это государство, конституционная монархия, где конституцией выступает Тор. Давайте приведем один из ярких примеров. Царь Ахав. Один из малоприятных, один из тяжелых периодов народа Израиля. Его жена была из Ассирии, она была жена из Эвель, которая насаждала культ балла, насаждала идолопоклонство, убила пророков. Царь Ахав хочет, ему понравился виноградник, человека по имени Навод, который находился напротив его дворца. Он попросил у него продать этот виноградник. Навод сказал ему, нет, это наследие моих отцов. И жена царя Изэвель видела, что царь ходит опечаленным. Она спросила его о причинах этой печали, и он сказал, вот такие вот дела. Для нее это было шоком. Ну, хочешь, отбери. У нас так не работает, сказал царь, это невозможно сделать. И тогда Изэвель пишет подложное письмо, его обвиняют в чем-то, и на основании суда подкупает свидетелей, и этого Навода казнят, и царь забирает. То есть, даже она не могла, она обошла закон, в общем-то, каким-то, но не было такого понятия, что ты пришел и взял чужой виноградник, взял чужое имущество, хоть ты царь. То есть, абсолютно, Навод, обычный гражданин, он говорит царю, нет, я не хочу продать тебе виноградник, и царь ничего с ним может с этим сделать. То есть, некие гражданские права, некие human rights, права человека, предусмотрены даже в столь архаической и древней системе мировоззрения, как иудаизм. Абсолютно, они строго регламентированы Торой. Более того, как только Ахав это делает, это очень важно подчеркнуть, у каждого царя было такое это явление, как пророки, и функция пророков, пророк находился около каждого царя, и функция пророка была постоянно напоминать царю и быть постоянным голосом Всевышнего, который его, и как только царь начинал уклоняться вправо-влево, тут же приходил пророк, который говорил ему, что будет так-то и так-то, и вот последствия, и иногда показывал ему эти последствия довольно, поэтому это все очень ограничилось и контролировалось. в заповедях царя мы можем увидеть ограничение не иметь много жен, что было тогда восточные гаремы, да, и, например, не содержать чересчур большие там конюшни с лошадьми, то есть, это ограничение. Царь обязан был иметь два свиткатора, один постоянно при себе, другой, который находился у него дома, и это должно быть все время вот этим вот контролем над человеком с достаточно большой властью. Эти вещи, которые были прописаны и, в общем, и один, наверное, самых ярких примеров, когда сын царя Шлумо, Рахавам, который приходит, который народ приходит к нему и говорит, как ты собираешься править, потому что царь Шлумо, конечно, мы все знаем, это было так хорошо, это было так красиво, все равно были большие налоги и было все довольно тяжело, как ты собираешься править, ты снизишь налоги, бремя снизишь, и он обращается к советникам, старики говорят ему, пойди на мировую, снись, скажи, что снизишь, молодые говорят, нет, народ нужно держать. Он говорит им достаточно жесткие слова, он слушается молодых советников, и 10 колен, говорят, произносят, нет нам удела в доме Ишая, и уходят, и образуют свое государство, чем не пример самой яркой демократии, пример такого вот израильского Майдана, который произошел еще у третьего, третий царь, четвертый царь Израиля, Рахава, тогда царство разделилось на Иудею и Израиль. И кто был прав? Кто был прав в том конфликте, то, с одной стороны, и народ, который, в общем, пожелал себе свободной жизни, и, в конце концов, это вылилось в не очень хорошее, потому что были цари, которые постоянно склонялись, выдало поклонство, в угоду народу, и не было у них вот этого вот правления, направляющей руки царя дома Иуды, царя дома Давида, но и царь Рахавам, который не послушался и не пошел на переговоры с народом и не выполнил его требования, он тоже был неправ. То есть, нужно было находить компромисс? Конечно, нужно было находить компромисс. И, кстати, вот тоже вопрос, который мы затрагивали в нашей прошлой программе, который очень интересует наших зрителей, судя по письмам и откликам. Вопрос единства. Пишется, что ведь у каждого колена в Израиле, все еще не специально разделил колено в Израиле, чтобы каждое колено было не похоже на другое, чтобы они были различны. И потом, как первосвященник, Аарона, Коэна, даже не дал отдельного удела, чтобы они могли быть кокоритроциты или экоциты, связующим звено между всеми этими разными органами. Но они должны быть разными. И насколько должна быть... Вопрос, ведь это тот вопрос, который сейчас стоит перед страной Украины. Децентрализация, мы понимаем, это хорошо, но это может привести к распаду единого организма. Есть ли с точки зрения удаизма правильный баланс между центральным управлением, когда это все-таки одно единое целое, и превращение в некую... Ладно, произнесем это слово, вертикаль власти, которая превращает все это в тоталитаризм, авторитаризм и мертвичину. Я думаю, что должно быть связующим звеном, должно быть вот именно духовные какие-то скрепы, объединяющие народ. Некое духовное единство, потому что... Ну, вот смотрите, скажем, возьмем современные примеры, скажем, в той же Америке это работает. И с одной стороны, потому что Штаты, они, ну, можно так сказать, это абсолютно в чем-то свободное государство, на добровольных началах объединившееся, причем по абсолютно разным укладу жизни, не похожим друг на друга, и Южные Штаты не похожи на... Северные, может быть, много больше, чем Восток Украины, не похожи на Запад. И тем не менее, это работает. Это работает именно потому что... Ну, это работает хорошо, потому что это выгодно и всех устраивает. Там некие свободы и некие экономические показатели, они, в общем, делают эту модель устойчивой. То есть, это работает, это выгодно. Мы говорим, что есть еще более высокий уровень, что вот этим объединением должно быть некая общая идея. общая идея, когда... Хороший финал для нашей программы, должна быть общая идея, и тогда у нас будет и объединение, и, возможно, будет царство, ну, то, что называется United Kingdom. Я благодарю вас, Равин Давид Альтман, потомник, кстати, первосвященник, какое оно в нашей студии, сегодня в нашей еврейской телевизионной программе. А я прощаюсь с вами ровно на одну неделю, мы снова увидимся с вами на вашем любимом девятом телевизионном канале Днепропетровска. Мир вам шалом. До свидания. Леги Траут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова